Мир Божий Церковь. Вообще, фильм я знаю только по церкви. Только по церкви. Такая благословенная, чудесная, гостеприимная церковь. Всегда так уютно чувствую себя здесь. Правда, первый раз я проповедовал в церкви, на конференции проповедовал. И знаю служителей Эдуарда Анатольевича Владиславу Арбертовну, пастор-липископ Павел, пастор Александрий, пастор Сергей. У вас хорошие служители, благословенные Божьи люди. Так всегда с ними приятно встречаться и иметь отношение, общение. Вообще, я рад, что мы в Российской Церкви. Это благословенная Божья семья, где мы чувствуем тепло, братство, отношения правильные. Вообще, сам я в Белоруссии. Мне было 6 лет, когда мои родители уверовали, хотя они воспитывались в христианских семьях. Когда мне было 15 лет, Господь коснулся мощной силы моего сердца. Это были 70-е годы. Я посвятил свою жизнь Богу. И всегда хотелось что-то, знаете, вот сделать для Бога такое интересное, такое что-то. И уже придя с армии, я был зажжен вот этим желанием к миссионерству. Мы тогда, еще в 80-е годы ездили в такие короткие миссионерские поездки. Помню, в 86-й год мы поехали на Урал. Правда, в Перми я не заехал. Но эта поездка так вдохновила меня. Там ничего особенного было. Как вы знаете, тогда небольшие церкви такие были. Примерно 5-10 человек. Обычно старушки, старички. Но я был просто на небесах. Я как с самими ангелами постричался. Это настолько зашло. Я помню, приехал в Белоруссию, поделился со своим другом. Он сказал, я с тобой в следующий раз поеду. И вот мы в следующий раз поехали уже в Сибирь. Мы проехали тогда. Это была такая очень насыщенная поездка. Красноярский край, Тува, Иркутская область, Бурятия. И мы приземляемся, значит, за Байкальский край. В Читу приземляемся. Говорят, за бортом или в Чите минус 35. И снега нет. Я думаю, что за земля, что за край? Снега нет. Вообще снега нет. Мы вышли, такой ветер, пыль, песок в глаза. Думаю, Боже мой, 4 дня мне надо прожить здесь. Ну, вот это Сибирь. И тогда я даже молился. Господи, помоги мне прожить здесь 4 дня. 4 дня. Я уезжал такой счастливый. Наконец-то я уезжаю в мою Белоруссию. Вы знаете, если бы Господь взял и открыл мне вот будущее и сказал, что ты здесь будешь жить и трудиться вот в Чите, что понятнее было от Белоруссии 7,5 тысяч километров, я бы, как Илья, смерти просил, потому что это же ужас. Как же там жить так? Знаете, что я понял в жизни? Не важно, где ты живешь. Важно, чтобы тебе быть волей Божией. Потому что, когда ты в плане Божьем, послушай, вот тогда есть некая удовлетворенность в жизни. В 2000 году мои родные все уехали в Америку, конечно, меня приглашали, поехали вместе с нами. А я думаю, и убеждаюсь с годами еще больше и больше, что вот когда ты в воле Божьем, в плане Божьем, ты в неком божественном покое в мире. Может быть, даже не все гладко складывается, как хотелось бы, но есть что-то внутреннее удовлетворенное такое. Поэтому познавайте волю Божью, братья и сестры. Будьте в воле Божьей. Самое лучшее место, знаешь, это даже не Сочи. Хотя так многие едут в Краснодарский край. Самое лучшее место, это где Бог определил для тебя. Аминь. Тема моей проповеди сегодня, это видящий меня. Видящий меня. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, благослови это слово. Пусть оно будет простым, понятным и доступным. Дай мне ту благодать и мир, чтобы нам, принимая твою волю, быть в твоей воле. Спасибо тебе, чтобы нам иметь это откровение от тебя. Прямо сегодня, сейчас. Аминь. Я не сомневаюсь, что здесь собрались верующие люди. Мы верим. Но вы знаете, верить можно по-разному. Можно верить в судьбу, можно верить в мечту, можно верить в счастливую жизнь. Послушайте, но мы не так верим. Мы верим в Творца. Мы верим в всемогущего Бога, в руках Которого жизнь и дыкание каждого и также наших. Это ценно. Это ценно. Потому что Иисус пришел на эту землю. Он прошел все эти мыторства. Прошел разные сложности, проблемы жизни. Чтобы сегодня, когда мы молимся, Он понимал нас. И Он понимает нас. Что мы переживаем, когда слезы накатываются? Что мы переживаем, когда не исполняется ожидаемое? Он Господь, Который видит и знает все. Сегодня современные технологии позволяют следить за человеком в любом месте. Особенно в городах. Такие камеры везде. На перекрестках, на домах. Отслеживают буквально все. Я смотрю на эти камеры и всегда думаю, Господи, а Твое всевидящее око все видит. И Ты не просто видишь нас, наши лисы, не просто видишь наши одежды там или дома наши. Ты видишь наше сердце. Ты видишь наши мысли и желания, что происходит внутри нас. Господь видит все. И вот вторая книга, Паралипоменон, 16 глава, 9 стих, говорит, вторая Паралипоменон, 16, 9. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему. Вы знаете, Господь наблюдает за всем происходящим. За каждой страной, за каждым городом, за каждым человеком. Но есть то, на что Он особо обращает внимание. Знаете, на кого? На тех, чье сердце предано Ему. Кто открыт искрен. Кто, как пастор Александр сегодня читал, кто согласился исполнять Его заповеди. Кто согласился идти Его путем. Кто согласился делать то, что Он хочет. И вы знаете, в этом смысл веры. А как по-другому верить? Ведь, слушайте, о каждом из нас Господь имеет план свой. Он для каждого из нас уже предусмотрел. Войди в Его план. Будь в Его плане. Это самое-самое лучшее, что может быть в твоей жизни. Я хочу прочитать одну историю и хотел бы порассуждать, потому что здесь очень много уроков. Это Ветхий Завет, книга Бытье, 16-я. Глава с 5 по 13 стих мы прочитаем. Итак, Бытье 16, с 5 по 13. «И сказала Сара Аврааму, «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твою, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре, «Вот служанка в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее. И она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей ангел Господень, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень, «Умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчезть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень, «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он предлицем всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней с именем, «Ты Бог, видящий меня». И сказала она, «Точно, я видела здесь вслед видящего меня». Как часто бывает, мы думаем, «Господи, так где же ты? А почему это со мной? Почему в моей жизни?» Многие думают, что если я посвятил свою жизнь Богу, значит, у меня все должно быть гладко, красиво, хорошо. Это пусть вот этого грешника-соседа проблемы будут, у меня все должно быть хорошо. И нам тоже хочется, чтобы вот этого грешника-соседа в огороде вообще дождь не шел. А мой огородик поливал, и нам даже как-то приятно. А знаете, Господь вот как-то по-своему распоряжается. И знаете, что мне нравится? Я уже 43 года иду за Богом, я понимаю, что в моей жизни нет случайностей. Даже трудности, они не случайны. Может быть, я не все понимаю, но это не случайно. И вот смотрите, Авраам, Авраам. Бог призвал и избрал Авраама. Хотя даже отец его, Фара, он уже приближался к Богу. Ему не нравится жить в Уре Халдейском. Он вышел с Ура Халдейского. Фара и его сын Авраам, его внук Лот, они вышли и шли в Хананскую землю. По дороге Фара умирает. И Бог обращается к Аврааму, нашему праотцу всех верующих, и говорит, если ты согласишься, если ты хочешь иметь благословение в своей жизни, и ты можешь стать даже благословением для всей земли, но согласись и последуй за мной. И Авраам принял этот вызов. Он принял, потому что он ожидал наследника, он ожидал, что Господь ему будет говорить, и Господь ему будет сопутствовать, Господь ему будет благословлять. Господь даст сына, которого он ждал. И проходили годы. Год, два, три, пять, десять лет. А сына нет. Вы знаете, что самое важное, я считаю, вот в жизни верующего человека, это послушание. Послушание. Нам, славянам, так не свойственно быть послушными. Мы что-то обязательно свое придумываем. Мы как бы делаем, ну вот как бы, как бы, что-то по-своему. А Бог хочет, чтобы мы были очень внимательны к тому, что Он хочет, чтобы мы исполняли Его повеление. И поверь, когда ты пошел за Господом, Господь не просто хочет благословить тебя. Я верю, что Бог хочет благословить твой род, твое поколение. Господь хочет благословить даже землю, на которой ты живешь. Он хочет через тебя благословить город, поселок, в котором ты живешь. Поэтому ты просто должен доверять Ему. Авраам, ты будешь благословением для всех людей земли. И он принял, он последовал, он пошел. Но у Сары и Авраама долгое время не было детей. Долгое время не было детей. Это было их переживанием, это было их волнением. Вы знаете, Господь всегда находит некое слабое место в нашей жизни, потому что есть то, к чему мы равнодушны, но есть то, что очень болезненно касается нас. И иногда Бог этого болезненного касается. Чтобы чему-то научить нас, что-то вразуметь, показать. А нам хочется, чтобы мы были неприкосновены, чтобы у нас все получалось. И знаете, как порой верующие говорят? Если ты помолился, Бог не ответил, значит, у тебя нет веры. Вот если бы так происходило, то Авраам был бы самым неверующим человеком, потому что он ждал обетования 25 лет. И вот проходит 10 лет. Наверное, это больше всего волновало Сару, может быть, чем Авраама. И Сара говорит, Авраам, может быть, Господь хочет от служанки дать нам детей? Возьми, войди, Кагаре. Вы знаете, в то время это было нормально. Это не было грехом, прелюбодеянием. И Авраам, как скажешь, Сара. Он переспал с Агарью, и Агарь в ту же ночь забеременела. Дорогие мои, это было благословением, или это было проблемой? Вы знаете, вот Саре хотелось помочь Богу. Сара думала, что, наверное, Господь как-то не может управить ее чрево, чтобы она могла родить. Наверное, Агарь на это способна. Но оказалось, что эта проблема, которая возникла потом в их семье, эта ссора, эта обида, этот конфликт, который произошел между Сарой и Агарию, знаете, это было только начало. Это было только начало. Сара такая обиженная, мне странные вот эти слова, приходит к мужу, говорит, ты виноват. А в чем я виноват? Вот тебе приходит твоя жена, говорит, ты виноват, муж. А в чем я виноват? Я обиделась. Так это твои проблемы, Сара. И Сара убеждает Авраама, говорит, Бог свидетель. Вот я призываю сейчас Господа, что ты виноват в том, что я обиделась. А Бог молчит. Знаете, почему Авраам был виноват? А потому, что Бог поставил главой в семье мужа. И неправильные действия жены, даже по умолчанию мужа, они приходят некой виной. Поэтому, уважаемые жены, будьте послушны своим мужьям. Что-то ни одна женщина не сказала аминь, дорогие. Брат сказал аминь. Уважаемые жены, это наше благословение, быть послушным мужьям. Кое-кто понял. Дорогие мужья, чтобы не предпринимали ваши жены, вы ответственны за семью, вы ответственны за все действия, которые происходят в семье. Так определил Господь. Это благословение. Это благословение. Так вот, смотрите, дорогие, я посвятил себя с 15 лет. Я следую за Господом. За 7 тысяч километров поехал на служение. Служу уже 30 лет вместо нескольких месяцев. И знаете, кажется, все должно быть гладко, все должно быть хорошо в моей жизни. И я уверен, что даже волос моей лысой головы не падает без его воли. Но происходит не всегда, как мне хочется. Я с 17 лет молился за мою жену. В 32 года женился, слава Богу. Бог дал благословенную, чудесную жену. Два чуда Божьих, две девочки, две принцессы. Младшая сейчас 22 года, старшая 24. И вот когда младшей дочери было 9 лет, знаете, я был в служении, посвящен. Мы поехали на конференцию в Канц. Такое благословенное время было. Просто изумительно. Мы переживали присутствие Господа. Бог прямо пророческое слово говорил среди сотен людей именно к нашей семье. И мы возвращаемся обратно. Моя дочь оказывается в больнице и делает операцию. Пять часов вылезает пять сантиметров кишки. И мы приезжаем, и нам говорят, а надежды нет на жизнь. Я думаю, Господи, почему так со мной? Что ты хочешь говорить мне? Вы знаете, нам не всегда понятны пути Божии, что происходит. Но знаете, когда ты доверяешь и знаешь, что все под его контролем, это вера держит тебя. потом еще полгода разных процессов, стома всех этих кризисов, которые она прошла. Но, знаете, когда прошло время, прошло время, я вижу, я говорю своей дочери, доченька, ты живешь не потому, что мы с мамой захотели, ты живешь не потому, что обстоятельства такие сложились. Послушай, Бог, и только Бог определил для тебя жизнь. И знаете, я замечаю, что она взрослеет, но вот это понимание, сознание, что она под Божьим контролем остается внутри ее. Потому что не всегда наши слова доходят до детей, но есть некая Божья рука, которая берет и делает по-своему. А нам, как родителям, больно. Слушайте, Саре было больно от того, чтобы не было детей. Она хотела помочь Богу, но на самом деле только навредила. Конфликт. Появился конфликт вначале в семье, а потом он продолжается уже тысячи лет, дорогие мои. На Ближнем Востоке этот конфликт, который годами, тысячелетиями, эти войны, эти непринятия, эти конфликты, которые продолжаются по сегодняшний день. Конфликт между христианством и мусульманами, он тоже веками продолжается. Знаете, у Сары взыграла ревность. Почему я не могу, а моя служанка может? И, что интересно, что Саре было больно. Она думала, что Бог не видит происходящего. И было больно от того, что она столько десятилетий ждет беременности, ее нет. А Агарь так просто. Дорогие братья и сестры, никогда не сравнивайте себя с другими. Каждый из нас идет своим путем, потому что что-то может тебя радовать, а что-то может огорчать. И знаете, что огорчает? Успех ближнего огорчает. Поэтому никогда не примеряйте себя и не сравнивайте себя с другими. Никогда не примеряйте чужие шубы к себе, чужие дома, чужие семьи. Никогда не примеряйте чужие машины. Брат, машину купил. Я уже на старушке своей езжу 20 лет. Порадуйся за твоего брата. Аллилуйя! Господь увидит твою радость и благословит тебя. А будешь завидовать, будет больно и ничего не получишь. И это милость Божия. Такое слабенькое. Аминь. Вы знаете, Бог не имел такого плана об Измаиле, как Он имел план об Исааке. И в Писании дальше написано, уже новый завид говорит, что в Исааке наречется тебе семя. От Исаака был рожден наш Сын Божий Иисус Христос. С рода Исаакова Бог производил так много. И я немножко коснусь Агария. Агария интересная девочка. Интересная. Пока было все как обычно, никаких конфликтов не возникало, никаких вопросов. Как только Агарь забеременела, знаете, от Агарии это исходило, она стала, знаете что, презирать свою госпожу. Что это значит? Возвышаться над ней. Чувствовать себя, что я лучше. Наверное, пред Богом я лучше, потому что вот меня Господь благословляет, а вот ее нет. И, скорее всего, она начала примерять себя в позиции жены и в позиции отношения к Аврааму, потому что я тут ребеночка ему долгожданного хочу родить. И вот этот конфликт, который родился с Сарой, и, конечно, Сара начала как-то ставить, наверное, на место Агария и говорит, слушай, ты вообще кто? Почему возомнила себя такой большой хозяйкой здесь? И этот конфликт, который породил, начала ставить на место Сара Агарь, и что сделалось с Агарью? Она обиделась. Обиделась и убежала. Она ушла из дома. Она ушла, куда глаза глядят. И вот нашел ее ангел Господень, седьмой стих, у источника воды в пустыне. Слушайте внимательно. Куда убежала Агарь? В пустыню. Это место всех обиженных. Если ты думаешь, что ты обиделся и желаешь справедливости, достигаешь этой справедливости, показываешь, что ты справедлив. Послушайте, ты в пустыне. Ты в пустыне одиночества. Ты в пустыне, где приходит смерть. Ты в пустыне безнадежности. Ты в пустыне, где вокруг безжизненность. Убегай с этой пустыни. Не оставайся в этой обиде своей жизни. Знаете, сегодня такое впечатление, что обида это большой грех. Он так приемлем для христианского мира. Мы так обижаемся. Мы на все обижаемся. Жены на мужей, мужья на жен. Мы обижаемся в церкви друг на друга. Вот, его похвалили, а меня нет. Его заметили, а меня нет. Дорогие мои, сколько сегодня разводов на основании обид. Сколько сегодня ссор, сколько сегодня вражды. Сколько сегодня зла на земле из-за обид. Зачем? Агарь, куда ты убежала? Послушайте, здесь мы видим, что Агарь была верующим человеком. Она молилась Богу. Она открывала свое сердце пред Богом. Бог открылся ей, как Бог видящий. Но тем не менее, тем не менее, она проходила эти непростые времена. Смотрите, что дальше ангел Господень обращается к Агаре и говорит, и сказал ей ангел Господень в 8 стих, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла? Куда идешь? Она сказала, я бегу от леса Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей, слушайте внимательно, и покорись ей. Покорись. Стой на свое место. Не надо никому ничего доказывать, а я уйду из церкви, посмотрят, как они без меня, а я уйду из дома, вот посмотрим, как ты проживешь. Не надо никому ничего доказывать, братья мои, сестры. Не надо хлопать дверью, а я уйду от этого начальника, потому что он придирается ко мне, он презирает меня, он не соглашается со мной. Братья мои, сестры, не надо никому ничего доказывать в обиде. Бог не на твоей стороне. Смирись. Покорись. Возвратись. И, возможно, там, где ты работаешь, это тот путь, который Бог проводит тебя, чтобы научить тебя многому. Мы же такие люди. Мы не всегда слово понимаем, но когда вляпаемся, извините за выражение, как-то доходит проще, легче. Знаешь, сколько сегодня разобщенных друзей, сколько сегодня многого не исполнившегося в нашей жизни, потому что мы убежали. Вот дальше Агарь слышит пророческое слово о своем сыне. Конечно, она убежала и понимала, что будет с моим ребенком. Здесь много матерей, многие понимают, как это будет мое потомство, что будет с моим сыном дальше. И смотрите, что Бог говорит. И сказал ей ангел Господень, 10 стих, умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчезть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременный, родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него, и жить будет он предлицем братьев своих. Знаете, вот я уже столько вот читаю Библию, мне не все понятно. Вот не было плана Божьего в том, чтобы родился ребенок. и Агарь, и Сара, мне сложно даже говорить, правильно она сделала, неправильно, но это не был сын обетования. Тем не менее, Бог обращает на это внимание. Тем не менее, Бог имеет план, зная наперед, на тысячи лет, что будет конфликт, который будет порождать массу кровопролитий и сложностей. Смотрите, пророческое слово о Безмаиле, он будет, как дикий осел, руки его на всех, и руки его, не, руки всех на нем, и руки его на всех. Постоянная, постоянно вражда. Я понимаю, что я очень маленький, чтобы понять вот Бога, но вот есть факт, как факт. Но возвратимся к Агаре. Это ее переживание, это ее боль, это ее ребенок, это ее сын. Господи, как будет, что будет с моим сыном? Моя госпожа меня презирает. Как мне будет с сыном потом? Бог говорит, не бойся, Агарь. Я Бог, видящий Тебя. Братья, мои сестры, мы все проходим разные ситуации в нашей жизни. Может быть, не все нам понятно. Не все могут объяснить, почему так. Почему ты в семье страдаешь. Сколько будут эти страдания. Сколько будет этих переживаний. Почему на одной работе, на другой, на третьей. Почему так сложно. Почему мои дети не с Богом. Вот у брата по-настоящему все. Вот и сын, и дочь с Господом. А я за моих молюсь. Нуждаюсь, прошу. Продолжай, брат, моя сестра, продолжай. Бог не просто видит Тебя, вот Твое лицо, может быть, Твои слова. Бог знает Твое сердце. Бог знает Твои переживания. Бог видящий Тебя. Бог знающий о Тебе все. И то, что ты порой приходишь, и слезы катятся по Твоим щекам, и ты думаешь, Господи, как, почему? А Бог замечает. А Бог видит. Он не просто слышит Твои слова, Он видит Твое состояние души. И поэтому продолжай доверять. Не надо обижаться. Не надо разочаровываться. Продолжай идти. Однажды одному пророку Господь сказал, Конец Твои будет хорош. Но мне сейчас тяжело. Мне сейчас трудно. Но Конец Твои будет хорош. Я хочу привести еще один библейский пример вот одной такой несчастной женщины, которая, знаете, ну неудачница жизни. Она, хотя родилась старшей, фигура не такая уж красивая. Глазами слаба. Вот везет кому-то, а вот кому-то как-то не везет вот в жизни. Пришел парень красивый, полюбил сестренку, а ее не полюбил. И отец, как бы спасая ситуацию, вместо того, чтобы отдать младшую замуж, он берет и старшую отдает. Это история Лавана и его дочерей Ли и Рахили. И вот пришел Иаков, полюбил Рахиль, а Лию не полюбил. И, наверное, вот в своем отцовском сердце Лаван хотел как-то помочь Лии и подставил Лию вместо Рахили в эту брачную ночь. Вот этот взгляд, взгляд Иакова, когда он проснулся утром, ожидая, что он сейчас увидит любимую девушку свою, он поворачивается. И, наверное, вот этот запечатленный взгляд у Лии остался. Я не знаю, какие там были слова, возможно, такие. А ты чего здесь делаешь? А вообще тебя просили сюда идти? Ну, вот так произошло. И знаете, вот Лия, можно сказать, она была несчастная. Вот интересный стих. Давайте мы прочитаем Бытье, 29 глава, 31 стиха. И Господь узрел. Что такое узрел? Увидел. Господь понял. Господь вник в ситуацию и видел в сердце состояние Лии. И узрел, что Лия была нелюбима. И отверст утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила Экова сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что, сказала она, Господь презрел на мое бедствие, на мою боль, на мои проблемы, на мои переживания, на мои слезы, на то, что я нелюбима. Каждой женщине хочется быть любимой, особенно в семье, в доме. Как быть? Знаете, у нас сегодня просто решается. Не нравится, не хочешь, пошел, пошла, развелась, убежала, ушла. Не нравится, тогда не было так. И дал мне сына, ибо теперь будет любить меня муж мой. Она добивалась. Наверное, она молилась. Она просила Бога, она забеременела. Рахиль не беременела, а Лия забеременела. И все девять месяцев она носила ребенка под своим сердцем в мечте, что однажды Иаков возьмет на руки своего сына от меня и скажет, любимая моя женщина. Время шло. А Иаков не обращал внимания. Она родила Рувима. Лия родила второго сына. Она родила третьего сына. И она не могла как-то достучаться до сердца Иакова. А время шло. Я не сомневаюсь, что Лия была человек, который пыталась, хотела доверять Богу, потому что, когда она забеременела четвертым ребенком, знаете, что она сделала? Она сказала, а теперь я вас хвалю Господа. И все девять месяцев все, что она делала, она хвалила Бога. Она славила Господа в своей жизни. И назвала его хвала Иуда. Но когда мы читаем предпоследнюю главу «Бытье», когда Иаков на смертном одре, он похоронил уже Рахиль, похоронил Лию, и он дает завещание своим сыновьями. Смотрите, что он говорит. «Когда я умру, похороните меня с Лией». Мы не знаем всех тонкостей происходящей жизни, но, послушайте, это последнее завещание Иакова, это последняя мечта, желание. И я думаю, что ему хотелось лежать с любимой. «И узрел Господь, что Илья нелюбима». Послушайте, дорогие мои, каждый из нас проходит свой путь, каждый из нас проходит свои испытания. И не все происходит, как обычно в нашей жизни, как хотелось бы. Но есть Бог, видящий тебя. Есть Бог, знающий тебя. Есть Бог, вникающий в обстоятельства твоей жизни. Есть Бог, который видит те комки, которые ты глотаешь. Он видит те переживания, которые ты имеешь. И, может быть, ты уже ждешь годами, и даже десятилетиями говоришь, «Господи, сколько можно еще?» А ты продолжай доверять. А ты продолжай доверять. Измаил, он был тоже в плане Божьем. Двенадцать князей от Измаила родилось. Продолжай доверять. Он – Бог, видящий тебя. Братья и сестры, может быть, в нашем служении есть люди, которые еще не приняли Иисуса как Спасителя. Сегодня благоприятное время. Сегодня Бог стучит в твое сердце и хочет войти в твою жизнь, стать Господом и Спасителем. Прими Его. Если есть те, которые хотят покаяться прямо сейчас, прямо сегодня, я готов помолиться вместе с вами. Церковь, давайте мы встанем. Если есть такие люди, которые желают, чтобы Иисус Христос стал твоим Спасителем в жизни, дай знать, подними твою руку. Там, где ты находишься, на балконе, здесь, в зале, просто подними твою руку, я хочу видеть тебя. Самое главное – Господь хочет видеть тебя. Есть такие люди, которые хотят сегодня посвятить свою жизнь Иисусу Христу? Если вместе с нами есть те люди, которые желают сегодня принять Иисуса, давайте мы совершим молитву. Давайте закроем наши глаза и вместе со мной произнесем эти слова, обращенные к Господу. Дорогой Иисус, я верю, что ты Бог. Прости меня. Я грешник. Прости все мои грехи. Сознательные, несознательные. Иисус Христос, ты за меня умер на кресте. И прямо сейчас пусть твоя святая кровь очищает мою совесть, мое сердце, мою жизнь. Я хочу любить тебя. Я хочу жить с тобой. Иисус Христос, будь моим Господом и Господином в жизни. Благодарю тебя за спасение и оправдание. Аминь. Вот такая простая молитва. Если кто-то в этом зале молился впервые этой молитвой, вы можете пройти вперед, мы всей церкви помолимся за вас. Я хотел бы обратиться к церкви и спросить, дорогие, хотел бы помолиться за тех людей, которые, подобно Агаре, проходят разные обстоятельства в своей жизни. Но есть Бог, видящий и тебя, как видела Агаре. Я хочу помолиться вместе с тобой о всех тех сложностях, вопросах, той долине, через которую ты проходишь. Если есть такие люди, которые нуждаются в этой молитве прямо сегодня, на этом служении, поднимите вашу руку, дайте знать, как много таких людей, которые нуждаются в этой молитве прямо сейчас. Господь видит тебя, просто подними твою руку. Ты можешь держать ее, я буду молиться, Господь. Ты видишь каждого из моих братьев, сесер, кто доверяет тебе свою жизнь. У них есть вопросы, на которых не все они могут иметь ответ. Но ты есть Бог, видящий каждого. Господь, коснись их судьбы, утверди веру внутри их. Пусть это упование на тебя, оно не слабеет, оно возрастает с каждым днем больше и больше. Господь мой дорогой, благослови их дома, семьи. Благослови отношения между мужьями и женами. Благослови отношения между родителями и детьми, Господь. Кто-то из них молится столько времени, чтобы ты коснулся сыновей, их дочерей. Дай эту могущественную благодать и прикосновение твое. Я знаю, что у тебя есть время, у тебя есть тот определенный срок, который ты знаешь и определяешь. Действуй могущественно. Помоги, чтобы наши руки не слабели. Помоги, чтобы наша вера не остывала, не колебалась, Господь. Благослови, Господь, их жизни. Благослови, Господь, кто-то проходит непростой финансовый кризис. Бог, дай эту благодать, мудрость Твою свыше нисходящую. Дай прорыв Твой, Господь. Дай победу выйти с долгов. Дай эту мощную благодать. Благослови, Господь, на работу таких, Господь. И может быть, у них конфликты и так сложно в отношениях. Бог, дай эту могущественную благодать и покров милости Твоей в их судьбе и жизни во имя, во имя Иисуса. Я молю Тебя, так же, Господь, коснись и благослови их в церкви, благослови в служении. Кто-то встречает сопротивление, кто-то видит какую-то несправедливость. Дай эту благодать, покрова Твоего, доверять Тебе, несмотря ни на что. Иисус, Ты тот, который видишь. Ты тот, который знаешь. И Ты тот, который понимаешь больше, чем мы можем рассказать нашими устами. Да будет Твое имя прославлено, благословенно во всем. Бог, снизойди утверждением Твоим. Господи, подобно Ио, мы хотим сказать, что не глаза другого, а глаза мои увидят славу Твою, увидят силу Твою, увидят исцеление Твое, увидят опрощенных, близких наших, родных людей. Будем видеть тогда, когда Ты будешь все ставить на свои места, Отец. Благодарим Тебя за все. Поклоняемся. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжай верить и знать, что Бог видит Тебя. Будьте благословены, дорогие. Хочу передать большой-большой привет от нашей Церкви Спасения Иисусе, от всей Сибири. Будьте благословены, дорогие. КОНОН. Будьте благословены, дорогие. Продолжение следует...